В таком стиле можно взять 4 множества, но это мы переживем, даже можно абстрактно обсуждать, но так невозможно доказать 5-6-6, потому что каждый раз нам придется выписывать и проверять, но мы так не сможем проверить для бесконечного числа вариантов. Согласны? Значит, какая это идея, которая нам с вами позволит доказать общую теорему включения и исключения для любого количества и множества. И это не должно быть рисование картинок, это не должно быть выписывание конкретной формулы, потому что любую конкретную формулу мы можем проверить, но, понятно, да? Бесконечное количество формулы мы проверить, но мы можем. Есть разные спуски для этой ситуации. Один из способов – интуция. То есть, представьте себе, что мы доказали уже формулу включения и исключения для трех множеств и хотим получить ее для четырех множеств. Ну, в принципе, наверное, понятно, что как-то это можно сделать, правда? Ну, от трех идти к четырех. Ну, потом посмотреть, как от четырех переходим к пяти, от пяти к шести и так далее, и понять общую идею минус. Это одна идея. Другая идея – это знать числосочетания и их свойства. Дело в том, что вот эти вот количества – один, четыре, шесть, четыре и один – это… не помните? Один, четыре, шесть, четыре, один. Это строчек треугольник Паскаля. Мы с вами несколько слов уже говорили, что треугольник Паскаля, но мы потом еще будем подробно это обсуждать. Более-менее вспоминаете? Было такое. Было такое. Вот. Это второй способ. И есть третье способ, который я сейчас хочу рассказать. И этот способ включается в следующий. Можно ввести такое понятие – индикаторная функция. Индикатор. Вот вы когда-нибудь видели на электронных приборах лампочки, горит или не горит? Ну, например, на клавиатуре есть такая штука. Нажимаешь «крикап слог» и загорается лампочка на многих клавиатурах. Да? Да. Вот. Идея в чем? Чтобы человек видел, в каком режиме находится конкурент. Что такое индикатор? Показывает, да? Показывает то, что есть. Так вот, я сейчас расскажу, что такое индикаторная функция. И вдруг окажется, что при помощи этой самой индикаторной функции очень легко формулу включения и исключений доказать. То есть, нам потребуется некоторое время попривыкать к индикаторной функции, но зато, когда мы ее поймем, то проблем не будет вообще никакой. Представьте себе, что у нас есть в универсуме некоторое множество подробностей. И в этом самом универсуме есть подможество. Я сейчас ввожу некоторую функцию. Функция определена в следующем образе. Принимает следующее значение. 0, если m не принадлежит, 1, если m принадлежит. Ребята, это очень просто. В компьютерах даже есть такой тип данных. Может быть, видели? 0, принимает значение истинно или ложь. True или false. Видите, когда это компьютер? Ну, плюс как программирование. Вот это оно. Когда вам на самом деле не нужно числовое значение получения, а вам нужно знать, потому что включено или выключено. Понятно? Это два варианта. Различать 0 или 1. Понятнее вам не скажешь. Вы берете любую точку и спрашиваете, чему равна индикаторная функция вот от этой. Чему? Нулё. Нулё. А от этой? Единицей. Единицей. А от этой? Тоже единицей. Все понятно? Все понятно. Так вот, давайте мы сейчас сделаем такую штуку. Предположим, что нам дали индикаторную функцию множества А. Нам дали индикаторную функцию множества В. И даже индикаторную функцию еще одного множества С. Ну, а потом и Д, и так далее. Решим следующие задачи. Как через эти три функции выразить индикаторную функцию пересечения? Как выразить индикаторную функцию объединения разностей? Симметрические разности. Вот это вот четыре задачи. Потомка будут с дремя множествами, то же самое. Индикаторная функция пересечения, трех множеств объединения, это все сделано. Но для начала эти, они совсем простые. Представьте себе, что вы при элементах знаете число, точнее даже два числа. То есть знаете, принадлежит первому множеству множеству А или не принадлежит. И то же самое, принадлежит множеству А или не принадлежит. А хотите узнать, принадлежит или нет пересечения? Что надо сделать? Если и то, и то один, то пересекается. Что? Ну, если и то, и то один, то пересекается. Тогда да. Если принадлежит туда и туда, то надо писать единицу. Как это здесь формула? Эдинница равна нулю, если элемент не принадлежит множеству. И равна единице, если элемент принадлежит множеству. Вот представьте себе, что про некий элемент вам сказали принадлежит, и он первому множеству, и сказали принадлежит, и он второму. Дашь там. Можно выделить? Скажите формулу. М не принадлежит ноль, если М не принадлежит А или... Мне нужны не слова, а арифметические действия. В формулу должны входить знаки плюс, минус, умножить и никакие другие. Только обычные арифметические знаки. Тогда получается. Не слышу. Тогда вот та функция для А, которая, их за М, умножить на... Та функция, в зависимости, хим. Такая функция, в зависимости, хим. Хим для точки МА умножить на Б. Если это один... Молодец. Конечно, надо просто перемножить. Понятно, что все берется в нельную точку М. Можно я вот это в скобочках М буду пропускать? Не потому, что это не нужно, а потому, что понятно не так, да? И, соответственно, давайте я уже запишу вот эту вот замечательную вещь. Функция пересечения ноль-смножист это есть произведение характеристических функций. Договорились? Отлично. Советую сейчас взять вот это. Это полегче, чем вот это. Ну, хотя, в общем, давайте. Так и с объединением там просто сложить. Сложить и будет плохо. Проблема в том, что ноль плюс один – это один. А один плюс один – это не один, это два. Поняли проблему? То есть вы правы, что надо сложить. А, ну, поделить это еще на два. Не надо делить на два, потому что ноль плюс один – это одна вторая, а это не то. Но я же сказал, сначала решите вот эту задачу. Это не очень. Вы чистите, вы тогда иногда получите минус один. Вот у вас есть два множества, а и два. И у меня в этих точках получите минус один. Сравните, пожалуйста, что надо сделать, чтобы получить разность от вот этого. И вот это можно было сделать. Да, а что нам может быть... Ну, вот это... Х... Х... Хим... Хим... А... Сим... А... Минус... А... Минус... А... Хим... Минус объединение... А и В... Сим объединения... Ой. Надо реально взять вот это... А. И отрезать вот этот кусочек. Ну, модуль отводит что ли? Нет. Ну, у меня не объединение... Не слышу? Говорите уже, все же легко. Не должно быть слова нести, а должна быть фактическая формула. Просто какая-то формула. Еще раз, как получить разность? Надо взять множество А, понятно? И выкинуть вот это, да? Это получается хим А минус объединение. Какое объединение? Общая часть. Общая часть — это пересечение. Пересечение А и В. И как это взять формулы? Хим А минус хим минус пересечение А. Как вычисляется характеристическая функция пересечения? Получается хим А минус хим А умножить хим В. Что здесь? хим А хим А минус хим А умножить хим А умножить Ну, можно и без скобок. хим А умножить на хим В. Пожалуйста, запишите, проверьте. Что такое проверьте? Для каждой из этих четырех областей. Вот если элемент не принадлежит ни туда, ни туда, то будет 0 минус 0 умножить на 0. Если элемент принадлежит вот сюда, то будет 0 минус 0 умножить на 1. Понятно? Если принадлежит только А, то будет 1 минус 1 умножить на 0. Если принадлежит обоим, то будет 1 минус 1 умножить на 1. Все? Отлично! Отлично! Мы с Вами, в общем, половину сделали. Ну, что-то я их назначу. Да, да, есть? Мы срегуляруем эту премию, это я, то есть она. Определена на всем университет. И принимает два значения. Можно принимать значения 0 и 1. Никаких других значений ее не бывает. Например, если наше множество – это пустое множество, то его функция во всех точках равна 0. Если множество ум целиком совпадает с университетом, то во всех точках ум эта функция равна 1. Ну, а в принципе, она равна 1 на множестве, которое мы исследуем, и 0 во всех других – индикаторная функция. Во многих книжках пишут характеристическая функция, но проблема в том, что в теории вероятностей слишком часто нужны вот такие вещи в другом смысле используют за понятие характеристическая функция. Просто там есть некие особые функции, которые очень часто используются, и которые действительно называются характеристическими, и название же прижилось. Поэтому правильный способ – это называть вот эти штуки индикаторными функциями. Потому что слово «индикатор» в общем любому человеку понятно без всякой математической подготовки. Индикатор – это то, что показывает, принадлежит или принадлежит. Как у автомобиля. Какие-нибудь лампочки. Индикатор – такой индикатор. Для симметрической разности. Для симметрической разности. Не химма, а просто хи. Хи а минус универсум. Не то, не ошибаюсь. Да. Хи а плюс хи б минус треизведение хи а и хи б Молодец. Ребят, есть очень простой способ. У нас есть вот такая формула. Есть эта формула? Да. Вы же могли написать ее только поменять перестание хи а и б. Поняли? Это будет хи б т минус треизведение хи а хи б т. А потом сложить, потому что они же не пересекаются. И получается, что функция симметрической разности – это сумма. Потому что множество не пересекаются. Функции множество а без б и б без а. И что это такое? Это хи а т плюс хи б т минус два произведения хи а т и хи б. Так? Отлично. 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 А теперь самое интересное. Дело в том, что все это была только подготовка для объединения. Потому что мне ведь интересно именно объединение. Да. Хи а плюс хи б минус хи а и хи б. Молодец. Да. Ребята, смотрите. Есть ли два птичка? Есть ли два птичка? Есть ли два птичка? Это есть ли два птичка? Я первый не записала. Ничего страшного. Вот они все есть. Так устроено объединение. Очень просто. Объединение состоит из трех пусков. Такой, такой, такой. Так? Для каждого из этих трех пусков у нас есть формула. Согласны? Так давайте напишем. Надо взять а без б, надо взять пересечение и надо взять б без а. Так? Ну или если угодно можно было так сказать. Взять симметрическую разность и добавить пересечение. Да? Так. Но для каждого из этих выражений у нас есть формула. Соображаем. Хи а минус произведение хи а. Здесь произведение. Правильно? А здесь что? Понятно? Нет. Что не понятно? Вы должны привыкнуть писать такие формулы. А, имеется ввиду, что минус произведение и плюс произведение? Да, конечно. А? Можно выставить? Нет. Важно, что эти формулы верна. То есть коротко это записывается так. Проблема состоит в том, что доказательства, которые я сейчас уже сказал, совершенно не хочут переноситься на лучший случай. Потому что это замечательно, когда два множества, 9 кусочек или... Когда три множества, ну, в принципе, Федорович тоже сможет. Ну, а вот там 4, 5 или больше, уже и будет слишком много этих кусочков. Нам нужно доказать формулу, не глядя на картинку. Формулу все поняли, да? Сумма минус произведение. Индикаторная функция для объединения. До определенного момента во всех книжках писали характеристическое. Потом дошло, что одно и то же слово слишком во многих значениях употребляется. И все-таки стали разделять и здесь писать индикаторное. КОНЕЦ Продолжение следует...